Дорогие друзья, вы все время спрашиваете, ну вот куда же использовать специи? Я, здравствуйте, простите, не поздоровался. Я вот каждый раз думаю, практически через один рецепт я использую пряности и специй. А вы все равно требуете с меня объяснить, или объясняю не так, или вы смотрите не все ролики. Ну ладно, давайте еще раз, я не устаю от этого, я же как бы занимаюсь как раз таки объяснением того, и рассказываю о том, что я делаю и почему. Смотрите, у меня сегодня вот такое блюдо, пастуший пирог, его знают во всем мире, это очень популярное мировое блюдо, оно пошло родом из Шотландии. Шотландия, да? Почему пастуший пирог называется? Потому что вот он в английском языке называется шепард пай. Шепард это пастух, который пасет овец. Коубой это тот, кто пастет коров, корова. А шепард это как раз пастух, который пасет овец, поэтому он делается обязательно с бараниной. Но я знаю, что не все любят вот этот аромат бараний, да? Поэтому сегодня я его буду сдабривать пряностями разными. И как раз расскажу, какие я буду пряности использовать в это блюдо. Но для начала, у меня здесь порезанная тыква и порезанные пару картофелин. Я из них буду делать пюре, которым, соответственно, накрывать это все. Ну, по сути, по-русски, это запеканка, да? Только вы все время спрашиваете, куда тыкву, куда тыкву. Значит, если ее смешать с картошкой, они неразлучны. Картошка более крахмальная, а тыква более сладкая. Совместное пюре получается, во-первых, красивее, во-вторых, вкуснее. Чуть-чуть наливаю воды на огонь под крышку, чтобы это все напаривалось. Не надо, чтобы оно варилось, нужно, чтобы оно на пару как бы готовилось. Все, лишнего ничего нет. Ставлю на огонь, крышечку сразу закрываю. Все, как услышу, закипит, поменьше огонечек. Я там вот налил так, чтобы не приставало ко дну. Далее, баран, лопатка зачистил, порезал. Кусочки вот такие вот, вот смотрите. При желании можете взять говядину, курицу, свинину, даже рыбу. Что есть под рукой, то используем. Я люблю баранину, поэтому считаю, что вот в идеале там должен быть фарш. Знаете, но фарш такая штука, как бы ешь и не понимаешь, что ешь, как чувствуешь себя обманутым. Здесь вот достал, пожевал вкусно. Сковородочка, другая сковородочка. Сковородка там. Баранину я жир весь срезал. Мне не нужен там бараний жир, да, мне нужно только мясо. Попаснее, чтобы было. Поэтому растительное масло 5 ложек где-то примерно. Так, у меня растишка заканчивается. Скоро на оливье перейдем. Все, значит, лука не жалейте. Такими средними кубиками режете, как, знаете, как там рука пойдет. Тут такой на гладь зок все. От ваших пожеланий зависит то, каким блюдо будет в финале. Сразу его на сковородку. Пока лук только-только начал обжариваться, сразу же мясо сюда отправляем. Какой вы зададите мне вопрос? Хорошо, вы мне зададите вопрос, а где же все привыкли мясо мариновать? Ну, вообще, здесь просто подготовка. Мы же потом его будем еще запекать. И пряности, специи будут чуть позже. Пусть пока мясо обжарится вместе с луком. Врубаем духовочку. Опа, побольше жару. Значит, тыковку поменьше, огня с картошкой. Теперь переходим к подготовке специальной посыпки от слова «специя». Кофемолка. Штука удобная для перемалывания всевозможных специй. Пряностей. Что делаем? Конечно же, берем те пряности, которые у нас не молотые. Тогда мы добьемся более яркого аромата. Начнем с кориандра. Вот смотрите, нужно за основу взять какую-то, вы все время спрашиваете, как разобраться, да, вот в многообразии пряностей. Нужно взять за основу какое-то направление. Например, Юго-Восточная Азия, Китай, Вьетнам. Это наличие фенхеля, семян фенхеля, корицы, аниса. Ну и, соответственно, уже дальше гвоздики там практически нету, но зато есть какой-нибудь сычуаньский перец или то, что произрастает в тех регионах. Если мы берем Индию, то основа это гвоздика. Гвоздика, чили перец и мускатный орех. Вот они там произрастают. Там этого всего много. Шафран там тоже есть. Можно взять Грузию. Вот я немножко в Грузию сегодня уйду. Поэтому у меня есть кориандр, как я уже сказал. Давайте чайными ложками будем мерить. У меня они не такие большие, но и не маленькие. Но большая часть специй, это все можно назвать Советский Союз, потому что в Советском Союзе было огромное количество республик, в которых произрастали всевозможные пряности. Но в советской кухне их нету. Это для меня удивительно. Может кто-нибудь из вас напишет, почему Средняя Азия, Туркменистан, Узбекистан, здесь ближе к Кавказу, там еще и Казахстан, ближе к Кавказу, Азербайджан, Грузия, Армения. Там произрастает масса всего. Почему в нашей кухне, в советской, в многоликой не было никогда пряностей? Вот это для меня просто загадка. И сейчас мы такие проснулись, что делать с пряностями? Никто не знает, никто не знает реально. Так, чайная ложка кориандра. Кориандра можно не жалеть, у меня там в принципе много всего, значит, еще половинка, полторы чайной ложки кориандра. Значит, Уцхо-сунель или голубой поджитник, семена голубого поджитника. Его не жалейте, две ложки чайные. Значит, тмин, тмин обычный, самый приобычный. Его, значит, мы добавляем, ну вот чайная ложка без горки, он для свежести и аромата, он тоже имеет такой сладковатый привкус свободы. Так, черный перец, черный перец, выходи. Без черного перца это универсальный, универсальная приправка, конечно, что говорить. Его к любому, к любому, в любой стране мира черный перец везде добавляют. Удивительно, насколько черный перец зашел глубоко в аналы мировой гастрономии. Черный перец, ложка чайная, ну там почти что с горкой, но что с зернышками будьте аккуратны. Они такие яркие очень по вкусу. Ну и, конечно же, знаменитый в Советском Союзе и в России эмеретинский шафран. Такую добрую щепотку, добрую прям. Он же, как, он же цветочки, это бархатцы, да, поэтому ложками его сложно мерить. Здесь он такой, как пыль. Щепотку соли на всякий случай, чтобы там как бы процессы происходили активнее. Смотрим. Ух ты, какая вообще ароматика. Так. Все, эфирное масло начинает выходить и, значит, пыль начинает прилипать. Видите, влажное, потому что масла там. Это все скидываем сюда. Значит, баранина выделила сок. Лук сейчас протушится в этом соке. Значит, смотрим, что у нас происходит с тыквой и картошкой. Вот пока тыква и картошка варятся, баранина обжаривается. Не трогайте ее, пусть она там хорошенечко. Температура у нее нет, еще не готова. Значит, на вопрос, сколько готовится картошка и тыква, отвечать не буду никому никогда. Вы пишите вопросы такие очень странные. А сколько готовятся желудочки куриные? Сегодня утром читаю. Сколько готовится куриные? Там же в ролике сказано, варите, пока не станут мягкими. Ну, что за это самое. А сколько по времени? Пока мягкие не станут. Варите, варите, пробуйте через 30 минут. Мягкие стали? Все, выключайте. Если не мягкие, варите дальше. Проходит 40 минут, пробуйте. От объема кастрюли, от интенсивности индукции или газ, от количества воды, от объема, от количества желудочков внутри, от соль есть, нет, от всего зависит, от всего. От интенсивности больше, газ сделали меньше. Индукция вспышками магнитными, да, варит. Там другая история. У каждого по-разному. Как вы можете засечь, сколько, даже рис, говорят, типа, 10 минут варится. Все виды риса варятся по-разному времени. Вы должны все это, как бы, или гуглить, или опытным путем добиваться этого. Ну, в общем, я поковырял, поковырял, смотрю, тут уже все, картофан с тыквой уже готово. И отключил, значит, баранину. Ну, потому что хватит уже жарить. Сок весь выпарился, лук уже уварился. Вот теперь в выключенную баранину я добавляю, добавляю пряности. Раз ложка, два ложка, чайная маленькая, да, три чайные ложки. Остаток оставьте для чего-нибудь другого. И вот пока баранина горячая, вот эти пряности перемешиваем для того, чтобы они дальше раскрылись, уже, так сказать, под воздействием тепла и дали крайне мощный вкус, как говорит Птушкин. Слово крайний через каждые две минуты крайне красиво, крайне вкусно, крайне ароматно. Короче, баранина крайне ароматная получается. И самое главное, это мы убираем лишние ароматы. Значит, имбирек. Значит, небольшое количество имбиря потребуется нам для чего? Значит, не тороплюсь, почему? Мне нужно, чтобы он немножко подостыло, чтобы яйца не свернулись. Нужно, чтобы дал максимальный эффект. Поэтому тонкой-тонкой соломкой, потом поперек тонким-тонким кубиком. Потом он еще будет запекаться в печи и вообще будет кайфушка. Все, меленько порубили. Имбирь также даст, так сказать, понижение ароматики. Люди все делятся на две части. Одни говорят, баранина вот чем-то воняет. Ну, в смысле, бараниной, да? А другие говорят, зачем тогда есть баранину, если вы считаете, что она воняет? Баранину едят специально вот ради вот этого аромата и вкуса. Я согласен совершенно верно со вторым, со вторыми людьми. Чеснока у меня нету. Как у меня без чеснока будет вся эта штука? А где у меня чеснок? Ну, давайте хоть раз сделаем без чеснока. Пожалуйста. Ну, я и так все время с чесноком. Согласен со вторыми высказывающимися, что если вы не любите аромат баранины, не ешьте баранину вовсе. А те, кто любят, для тех и вонючая, и не вонючая, она очень ароматная, вкусная и классная. Значит, теперь все вилочкой размяли вместе с имбирем, для того, чтобы имбирь от горячей картошки и тыквы раскрылся и дал вкусный эффект. Такой ароматный эффект. Все, картофан с тыквой, главное размять. Так, получается вот такая вот оранжевая жижа. Опа. Самое главное, что она вкусная, с элементами, со следами имбиря. Сейчас еще следов сливок добавим туда. Ух ты, давайте следов соли еще чуть-чуть. Сюда бахнем, чтобы вкусно было. Ммм, тыква с имбирем и картошкой, вообще огонь. Так, сливки. Значит, давайте так. Чтобы была какая-то размерная сетка. Ну, скажите, сколько, сколько, сколько. Значит, сливки 10%, 3 столовые ложки будет достаточно. Иначе будет жидко. Нужно быть аккуратно с этим. Значит, кусочек сливочного масла. Ну, я не знаю, граммов 10. Навряд ли здесь 10. Наверное, граммов 7-8. Ну, 10 бросьте, там не убудет. Масло, вкус дает хороший. О, все, погнали, погнали. Значит, масло и сливки тщательно размешиваем. Почему дотяну время? Остужаю. Можно, конечно, поставить остывать. Но это пройдет там 15-20 минут. Вы можете заняться чем-то другим. Я все это, видите, в рамках одномоментного, так сказать, приготовления. У меня сырок еще был тут. Сырок-сырок. Сырок любой твердый. Его там много не надо. Он, знаете, для, так сказать, подчеркивания сливочного аромата. Который мы сейчас дали за счет сливок и масла. Слушайте, граммов 20-30. Туда больше не надо сыра. Нам нужен всего лишь там легкий аромат этого всего. Сюда, конечно, в идеале овечий сыр. Но мы же уже решили, что не будем подчеркивать никакие вкусовые овечные ароматы. Аромата овцы нам здесь достаточно. Сырок перемешали. Все. Теперь осталось нам, что сделать? Два яйца. Раз. Два. Яичные желтки сразу теряются на фоне тыквы. Ну, яйца холодные. Видите, мы заодно раз еще немножко остудили пюреху. Только сразу мешайте быстро, чтобы все остывало. Топереча переходим к барашку. Барашку-ягняшку. Кусочки мы выкидываем вот сюда. Да, я кухни, направление кухонь перечислял. Забыл Турцию. Турция, зира. Зира и зеленый базилик. Я еще когда работал в Турции, еще не был поваром даже 2000-е годы. Я работал в отеле. И вот гриль. Вот наверняка вы все там были в 5 звезд, да, в All-Inclusive. Гриль есть какой-нибудь? Сегодня баранина, завтра говядина, послезавтра курица. А то и курица, и баранина, и вместе все, и рыба, и так далее. У всего одинаковый вкус. У всего гриля одинаковый вкус. Мы подходим, видим, что повар кладет там, да, из тазика замаринованного, кладет все на этот на плоский гриль, на планчу, и все это жарит, и складывает в мармиты, и выставляет уже в линию раздачи. Я все время думал, что же это такое? Почему вкус у всего одинаковый? А потом, значит, разговарив с одним поваром, уже будучи поваром, вспомнил эту историю. И так как вхожу в национальную гильдию шеф-поваров Турции, я, значит, одному повару пишу турку из нашей гильдии, пишу, говорю, слушай, а почему вот в отелях все одинаково? Он говорит, райхон. Я такой, в смысле, это который риган? Риган, райхон, райхан, там его называют. Это красный сушеный базилик. Они с помощью этой приправки фигачат все. Чего сильно заморачиваться? Зеленый базилик, красный базилик сушеный, соль, перец, чуть-чуть чили, да, и паприки. Все. Вот так вот оказалось все довольно просто. Значит, пюреху. Эх, зараза, неужели не рассчитал, все не войдет? Ну же, не войдет, впихнем. Как не войдет? Лишняя влага вниз, мясо уйдет, все верно. Ну ладно, как мы любим, все до краешка, чтобы. Ну потому что куда ложку одну, блин, остается? Всегда так. Я уже считал, считал в голове. Думаю, е-мое, теперь в печь. Сейчас в печи у меня 180. Видите, на максималочке у меня там термометр поставил, чтобы понимать, сколько, как я пойму, сколько там у меня. Ставлю 230, а там 180. Вот за 15 минут она нагрелась за 180. Значит, оставляем. У нас низ готовый, верх тоже готовый. Нам нужно все это прогреть и пропитать ароматами и вкусами, чтобы аромат специй пошел в верхнюю корочку, в тыквенную, а лишняя влага от тыквы стекла вниз и дала сочность мясу. Все вместе прогреется, доготовится и получится круто. Это значит, что 20 минут. Перчаточки не забудьте надеть, когда достаете горячее из духовки, чтобы руки не прилипали, не прижаривались. Вот, смотрите, красивый какой, да? А мне, например, нравится лично, что у меня с одной стороны она такая румяная, с этой недорумяная. Характер у этого всего есть, понимаете? А не так, что типа сделал идеально глянцевый. Это так практически ни у кого не получается, а вот так получается у каждого. Поэтому, друзья, о, легкий отдаленный аромат баранины. Понятно, что это баранина, но вот это вот, вот эти пряности, которых там масса, имбирь в тыкве. Так, пора пробовать. Селфи. Не селфи, а приготовили еду. Оп, сделали фоточку. Пишем хэштег Василий Емельяненко. И размещаем в соцсетях. Ну, как-то же хотелось бы посмотреть, что вы готовите по моим рецептам. Некоторые присылают мне в личку в Инстаграм. Фотки типа спасибо, отмечают меня в сторис и так далее. Круто. А некоторые не отмечают. Чего вы не отмечаете-то? Отмечайте. И подписчиков в Инстаграм у меня что-то мало. Вот интересно, у тех, кто смотрит Ютуб, есть Инстаграм? У кого есть, заходите. У меня, кстати, внизу в ссылке описание, как в мой Инстаграм. Василий ТВ. Приходите и будем общаться. А то многие думают, что я супер занятый и не общаются со мной. Вот она, смотрите. Уйдите. А с этого края прям мощно жарит. Потому что даже мясо там такая прихватилась, такое коричневатое стало. Даже с намеком на... Не подгорело бы я. Вот такое получается. Значит, в начинку можно любое мясо, как я уже сказал ранее. Значит, наверх, на крышечку можно любое мясо. Ой, любые овощи. Смешать с картошкой или просто картошку. Горячее. Дайте ему немножко остыть. Очень горячее. Но по вкусу огонь. По вкусу просто супер. Имбиря много сюда не кладите. Вот я положил такое количество, что вот он где-то очень-очень далеко чувствуется, но во рту не рвет. И поэтому вот этот вкус простой такой, знаете, постный вкус картошки и тыквы, он раз расширяет и делает его совершенно съедобным, удивительным. И даже те, кто тыкву не любят, с удовольствием это все съедят. Просто даже вы можете сказать, это не тыква, а морковка. Морковку, кстати, вот почему-то какой-то... Какой-то бзик у людей. Тыква... Ой, тыкву я не очень. Там это из морковки, да? Из морковной котлеты, да? О, давай буду есть. Вот скажите кому-нибудь, что это морковка, а не тыква, и все, и у вас съедят это все. Меня все устраивает. Мясо сразу не догадаешься, что, во-первых, это баранина. Во-вторых, специи дают яркий взрыв. На границе с тем, что верхний слой овощной по вкусу очень нежный и мягкий, а баранина такая яркая, то вот это сочетание вы можете использовать знаете, в таких, в коронных блюдах. Оп, подготовили, и все такие, типа, что это, вы где-то учились в ресторанном, значит, колледже? Нет, это вот там я посмотрел на канале у Василия. И мясо очень мягкое получилось. Ложка его, любой кусочек ложкой спокойно разминается, не надо его резать. Видите, вообще, без проблем. Не, некоторые кусочки жилка, вот придется приложить усилия. Но я вам хочу сказать, что, во-первых, это просто, во-вторых, с изюминкой, в-третьих, если приготовите, обязательно напишите. Многие обязательно напишут о том, что, типа, получилось круто, потому что действительно очень вкусный рецепт. Я вам рекомендую его приготовить. Давайте, я доедаю, а вы за продуктами и готовить. Продолжение следует...